Я здесь антиградная, чтобы тоже было меньше, чтобы травмировать. Видите, я давлю и входит вхожу, потому что там уже кожа поднята, затем могут спать. Закрываем. Если эффекта будет тот же самый эффект, просто больше дырочек и можно больше синячков сделать. Это филир, да? Это филир. Если молодой женщин 30 лет, то 25 лет можно сделать сглубер тоже. Сколько сюда уходит? Сколько уходит? Один. Один на одну, да. Термирует. А в каждую точку? Смотря. А в каждую точку сколько миллиметр? Термирует. Термирует. Будет больше синяков. Колька миллиметр в каждую точку? Это смотря. Видите, я давлю, смотрю, как близко. Если еще выходит, это распространяется само, так я продолжаю. Если останавливается, начинает только пухнуться, так и останавливается. Здесь не обязательно складку тянуть. Нет, нет, это санэстезией. Это санэстезией. Я обычно санэстезией работаю. Тоже МОК-2 китает, да? Она тоже доверка будет? Нет, если доверка, она доверка будет. Кстати, ничего не случится, просто будет анализироваться. Ничего не случится, если вы на колесе и на колесе и на колесе и на колесе и на колесе. Здесь под кожей, да? Да, под кожей. Под кожей. Я, кстати, понимаю кожу, это ночная. На самой шее только... а чего хотите достичь я беру один шпиль тем что вы говорите а куда я в фильм вначале глидокаин а потом это тяжело это набросок труднее теперь вопросы потому что наша мастер-клуб кончилась шею я делаю речи я показала у ленечки нету особенно я делаю речку я не накаливаю их не напажен я делаю стоящий я заходил ваш чинку и линей 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 Нависание было минимальное. А как вы поступаете, какой алгоритм действий, когда сильное нависание? Сильное нависание какой части? Щучная зона буквально заплывает. Сейчас мы кончили. Смотрите, я вам хочу... Во-первых, я сейчас делаю... У нас еще одна модель, а, соответственно, у нас еще время. Смотрите, фейнерами невозможно сделать коррекцию всего. В области челюсти самая правильная нехирургическая методология это комбинация фейнеров вместе с посадилкулином. Я других комбинаций не знаю. Термаж, эти радиотрекунции, эффект у них такой, я не верю за счет. Это когда есть сильное нависание, я делаю так. Я делаю филер на загубные, филер-марионет. Через две недели я делаю вот что-то, делаю хулины, и жду два месяца. Потому что если я делаю коллег, пока он не полный эффект, не получается, это два месяца. Раньше, если вы делаете, это просто тратите ресурсы. Что? Один раз делаю, жду два месяца. Через два месяца они приходят, я смотрю, что им нужно показать, что я показала в фотографии. Что им нужно? Или им нужно еще фейнер, или им нужно еще посадить гинхолин. Или нужно им обморить. Какого у нас гинхолин? У меня есть prescription, рецепт, который мне делают в аптеке, который мне готовят. Нет готового. У нас нет готового. Есть готовые. Сколько вели есть? Есть в Италии, есть немецкий, как он называется. Какого патента вы знаете? Я вам передам, я не вспомню. За области... Подбородка. Значит, мы хотим, значит, нужно все это Марианетку, все нужно на область, нам нужно все это область сделать с коррекцией. Здесь я именно выберу волюм. Я всегда рисую, чтобы точно понять, что нужно делать. Здесь у нас такой треугольничек, здесь такой. И здесь у нас не хватает. Делайте голову немножко. И всегда нам нужно здесь куда-то идти. Вот это моя схемка. В этой области нужно много. Много продуктов. Много воли, много будет продуктов, а то гемдоэффекта не будет совершен. Нужно один миллилитр хотя бы с каждой стороны. Я буду делать это волем и буду делать здесь с пеером, а потом буду здесь немножко более поверхностно наполнять. Когда работают с волем, обычно не нужно никаких, не нужно ритопейна, потому что они болезненные. Через канулы? Можно через канулы, у нас у нас здесь от канулы, к коню и, ну, эдвантыч, имущество. Потому что она, преимущество, что она более длинная и мереторный промен. Это здесь, конечно, не нужно ничего длинного, и здесь нет вот этих больших сосудов, так что... Я начинаю отсюда, под кожей, перпендикулярно, перпендикулярно самому дефекту. Вот. Большинство случаев, что мы думаем, когда мы думаем, что мы в коже, мы тоже находимся под кожей. Без разницы как? Куда направлены средства глыб? Что? Средства глыб без разницы? Нет, средства глыб я сейчас не сейчас расскажу, если словно насчет средства глыб. Мы поднимаемся выше, и то же самое тут должна сделать. Что-то не хочет. Насчет среза иглы. Это мое мнение. Я считаю, что на... Куда срезы... Срезы глыб не имеет значения. Это сверху, или снизу, или со стороны. Потому что единственное место, в котором... Единственная индикация, которая имеет... Это имеет какое-то влияние. Это когда я делаю... Я показывала на ливе... Маленькие мальчинки губы. Когда я работаю очень-очень поверхностно. И тогда мне очень важно, что сверху срезы глыб был поднимут вверху кожи. И вы видели, что даже несколько раз, что я вливала речь, что он выходил, и через пор он выходит. Потому что я нахожусь очень-очень поверхностно. Если вы делаете срезы вниз, так вы все-таки более глубоко находитесь. Когда маленькие-маленькие мальчинки верхней губы, и вы не хотите добавить волю. Вы хотите только сделать коррекцию этих мальчинок. Вы хотите, чтобы было минимальное количество этого филлера или что-то, в чем вы не пользуетесь. И поэтому очень важно, чтобы сверху срезы глыб был к коже. Во всех других индикациях он имеет никакого значения. Теперь мы уже посмотрели на этот эффект. Весь шприц был, да? Весь шприц. Но я знала, сначала я знала, что у него этот шприц. Сейчас в кастинку я положу немножко мелька, чтобы вы могли осматриваться. Это красненькое. Здесь стало более прямое, и у меня был очень острый подбородок. Потому что я округлила ей немножко весь концерт лица. Так, давайте посмотрим, чтобы она сама невеста, чтобы она познает. Вот это только наша. Вот это не наша, не наша. А я с вас. Вашина. Действительно, очень чувствуется не выполнение. Здесь провисание, вот толстый он ощущается на физическом уже уровне. Не хватает таких объемов. Вот здесь уже... Вот это литочки. Да, крючочек за мушкой. Нужно здесь... Пациентка у нас молодая, кожа у нее... Спасибо. Наша транслейт прошла. Кожа у нее тяжелая. Так что здесь, чтобы... Поэтому это влияет на количество продуктов, которые нам нужно. В любом случае нам нужно хотя бы отзамерить ее по другую сторону. И кожа будет тоньше или меньше? Да. Кожа будет тоньше, можно сделать это более поверхностно, так можно будет меньше. Потому что здесь, если это будет поверхностно, то каликовые эффекты поднятия вообще не будут. Так же самое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...